Продолжаем читать второе послание Коринфянам. Мы остановились на шестой главе. Окончание главы еще посмотрим. Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, Сердце наше расширено. Вам не тесно в нас, но в сердцах ваших тесно. В равное возмездие, говорю, как детям распространитесь и вы. Не преклоняйтесь под тюжое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием, что общего у света с тьмой? Какое согласие между Христом и Велиаром, или какое соучастие верного с неверным? Какая совместимость храма Божьего с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду им Богом, а они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь. Не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сыновьями и дочерями, говорит Господь Вседержитель. И вот окончание шестой главы, и здесь начинается с того, что апостол Павел упрекает жителей Коринфа, которым он пишет это послание, упрекает в том, что сердце их маленькое, тесное. В сердце апостола Павла много мест, широко, а в сердце Коринфян, оно сжато, оно маленькое, оно не вмещает туда многих людей. Сердце может быть расширено, а может быть сжато, может быть широким сердцем, а может быть сморщенным, скукоженным. Сердце широкое, оно вмещает со всеми бедами, переживаниями разных людей. А сердце узкое, не вмещает никого. Вот этот образ, он в общем-то понятный, для многих понятный. То есть, когда сердце способно любить хотя бы одного человека, переживать за него, молиться за него, как-то принимать его боль, как свою собственную, ну, вот это сердце обычное. Вот у нас иногда бывает такое сердце. Но с каждым разом все больше и больше сердец, которые не вмещают никого. То есть, в сердце нет никого, ни единого человека, ни за кого не переживают люди, ни о ком не печалятся, ни с кем не страдают, ни чья боль им не важна, неинтересно, ни чьей радостью они не радуются. Люди, как мы говорим, очень-очень эгоистичны. Они зациклены на себе. Они думают о себе и только о себе. И вот эта вот эгоистичность, это сердце совершенно сморщенное. Сердце совершенно немогущее вобрать в себя переживание за хотя бы за одного человека. И нам нужно сердце расширять. Вот как мы расширяем свое пузо, вот так же надо расширять свое сердце, набивая его все больше и больше любовью. То есть конкретно переживанием за все больших и больших людей. И вот тогда сердце расширяется. То есть это вот образ понятен вообще, да? То есть он потому используется, что он должен быть понятен, что понятно, о чем идет речь. Вот скажем, ну обычное вот сердце обыкновенное, не сморщенное, но вот обыкновенное. Сын, дочь, мама. Вот я за них переживаю. Я за них там хожу с ними, за них интересуюсь, как у них дела. Хожу на собрания школьные, там ухаживаю за мамой. Вот немножко молюсь. Немножко молюсь. И вот, собственно, круг переживаний обыкновенного человека, женщины. Сын приходит и говорит, мама, я полюбил девушку. Вот только она там такая-сякая, тебе не понравится. Но я ее очень сильно люблю. Мы начинаем отговаривать. Зачем тебе такая мымра? Зачем тебе такая нужна? Ты такой у меня хороший, умный, добрый, красивый. Вот будет еще у тебя на пути девушка. Нет, мама, ты не понимаешь, я ее люблю. Ну вот, спорит, выясняет отношения, скандалит. в конце концов, в конце концов, сын уходит. Он все равно женится, но уходит из родного дома. Он не хочет больше с мамой жить. Я не про сына, я про эту ситуацию. Что можно сказать про человеческое сердце? Это сердце не вместило вот эту новую женщину, девушку. И это сердце в сущности не вместило сына. Изменившегося сына сердце не вместило. Оно хранит образ и желание старого сына. Вот. И оно, сын меняется, и сердце не хочет расширяться и вмещать туда новые увлечения, новые переживания и новые проблемы сына. И сердце закрылось. Мы оставили в сердце старого своего сына. Мы о нем тоскуем, мы о нем вспоминаем. Вот. Но общаться с живым, с настоящим, мы уже не способны. Он не вошел в наше сердце. Вот это и говорится, что не вместился человек в наше сердце. Не вмещается. Также мы относимся к дочери на каком-то периоде отказываясь расширять сердце, чтобы она вместилась туда со своими новыми привычками, новыми идеями. Закрываем сердце от коллег на работе и от многих других людей. Вот сущности в нашем сердце там не настоящий сын, не настоящая дочь, но вот мама пусть будет настоящая, да. Она болеет, мы за ней ухаживаем, мы ее слушаем, пусть так, хотя бы это хорошо. Но сердце не расширяется. Вот оно такого размера и в нем нашлось место только полностью маме и немножко сыну, немножко дочери. Вот это объективная ситуация практически каждого человека. ну нормального, это не так плохо, нормального человека, потому что я уже сказал, что очень много людей, которые вообще не принимают и не вмещают никого. И вообще нет дела ни до дочерей, ни до сыновей, ни до жен, ни до мужей, ни до родителей. Они живут просто сами для себя, иногда семьи создают, а иногда и семей не создают. Но вот я хочу расширить сердце, я хочу принять дочь, хочу принять сына, я хочу, чтобы у нас с ними продолжалось отношение, значит, я должен изменять свое сердце, расширять его. Как мне расширить сердце? Как сделать так, чтобы изменяющийся сын, взрослеющий сын, сын, обзаводящийся семьей, женой, детьми, чтобы он вошел в мое сердце, чтобы оно наполнилось вот новой семьей и новым моим сыном. Что мне делать? Я категорически не хочу ничего менять, категорически не хочу общаться с ним, с таким, каким он стал. Но вдруг вот батюшка мне сказал в храме, что надо с ним помириться, надо с ним наладить отношения. Как это сделать? И вот я начинаю накачивать свое сердце, надувать свое сердце, надувать свое сердце благодатью и любовью. Как это сделать? Ну, первое, конечно, причащение, потому что мы наполняем свое сердце Христом, а Христу, Христос вмещает нас всех, поэтому тот, кто вмещает в своей любви все творение, начинает жить в моем сердце, и, конечно, вследствие этого я тоже могу вместить новых людей. А второе, это молитва, тоже дыхание, тоже надувание сердца, и начинаю молиться за свою дочь, за своего сына, за своих внуков, не поминать их, перечисляя имена, а молиться вот какое-то время продолжительное в течение суток, молиться за своего сына или за своих внуков. Господи там, Иисусе Христе, помоги найти работу моему сыну. Он лопух вообще-то, сын-то. Мне работа была хорошая, но тут что-то спутался, связался, потерял работу. Я ему говорил, дурак, не слушай никого, работай, а он меня не послушался. Но это общее рассуждение. А я решаю так не рассуждать, я хочу, чтобы у него была работа. Я могу выбрать всю жизнь его пилить за то, что он меня не послушался и потерял хорошую работу. А могу пожелать ему хорошей работы, помолиться о том, что у него была хорошая работа. Потому что ему это важно. Я начинаю молиться, чтобы дал Господь ему хорошую работу, чтобы он приносил домой деньги, чтобы жена и дети не я, а жена и дети были радостны от того, что у них папа такой замечательный. Не молюсь об этом. Вот помолился 5-10, потом за жену за его. Господи, дай ей силы любить моего непутевого сына. Вот, знаешь же, что не подарок, знаешь, что тяжело, но семью-то все равно надо сохранить. Помоги ей, Господи, трудно ей. Мужчины вообще упрямые, вот, тяжело, ну пусть вот Господи помоги как-то вразуми, утешь, укрепи, дай ей любовь. Потом за внуков за каждого повалилась, чтобы Господь дал им и то, и другое, и третье, за второго внука, за третьего внука, за сватью подмолилась тоже, чтобы она как-то более снисходительно к моему сыну относилась. Вот, потом также за дочь, потом за мужа, если он еще живой, вот, если я его еще со святой не сжила. Ну вот так вот перебирая в молитве каждого члена своей семьи каждый день немного, за одного человека молитва небольшая, там, ну пять минут это, ну, десять раз молитву от сердца сказал, и все. Ну, а в целом-то получается сын, двое внуков, невестка, сватя, дочка, ее парень очередной, вот, муж, если живой, мама, если жива, вот, десять человек на пять минут час, час помолилась, и сердце мое, оно расширилось, я его раздула, потому что я молилась, привлекая благодать Духа Святаго, отверзь уста моя, и наполнил их, вот как мехи раздуваются, вот такой же образ создает Писание, отверзи, я в молитве уста моя, и они наполнились духом, это сердце, эти уста, и я начинаю через какое-то время чувствовать прибавление этой любви, я более терпеливо, более стескодительно, меня не раздражает уже мой сын, который мне не звонит, я начинаю уже не нервничать, и не укорять его, и начинаю переживать за него, начинаю переживать за его жену, а раньше только я видел ее недостатки, и вот так вот накачивая свое сердце молитвенным деланием, призывая благодать Святаго Духа, я расширяю, расширителем сердца является любовь, подателем любви является Дух, надо молиться, чтобы Дух больше входил в мое сердце, и вот постепенно так, молясь каждый день за своих близких, молясь за сына, дочь, мужа, мать, на течение, скажем, полугода, может, чуть больше, у меня сердце расширяется настолько, что в него начинают входить новые люди, вот, с кем-то я познакомилась в общине, и начинаю переживать за него, за этого человека, как у него дела, он мне рассказал свою жизнь, начинаю молиться за его, за его жену больную, за его, там, сына, который инвалид, начинаю молиться за них, помолившую еще полгода, и понимаю, что в сердце входит все больше и больше, больше людей, за которых я молитвенно переживаю, они мне больше не чужие, она звонит, там, женщина, с которой познакомился, вообще не звонит, или пишет, говорит, что у меня случилась беда, потерялась собака, помолись, пожалуйста, я беру и молюсь, потому, будто бы это у меня потерялась собака, будто это у меня горе такое, потому, что ее боль становится моей, Паисий Святогорец любил про это писать, когда чужая боль становится своей, и человек вообще этот никто, ни родственник, даже, ну, вот, ты с ним вообще не пересекался несколько раз, и сердце начинает болеть за него, переживать за него, и поначалу это нам, ну, даже, как бы нравится, нам, как бы даже хорошо от того, что так переживательно наше сердце, но потом, по мере расширения сердца, людей становится все больше, и больше, и больше, и больше, и где-то на каком-то периоде мне вдруг становится страшно, я разве могу переживать за стольких людей, а за меня кто переживает, ну, кто будет за меня переживать, я вот за них переживаю, за меня кто, я вот им пытаюсь помолиться за них, а они за меня, кто за меня молится, вообще, сколько я могу на земле, там, что, сколько еще, 7 миллиардов, 8, 8 миллиардов людей, что, из-за всех буду, что ли, молиться, если я там за только за свою семью молился, и у меня было час молитвы, так я возьму еще там 10 человек, еще час, я тогда жить-то когда буду, к нам приходит страх, и сердце начинает сжиматься, но от страха всегда сердце сжимается, и сердце начинает сжиматься, нет, я больше не буду молиться, да ну, и только скорби собирать, молишься за других, и сам болеть начинаешь, молишься за других, у тебя искушение, не буду за других молиться, все, хватит, вот у меня есть списочный состав, больше мне ничего не надо, больше никого не принимаю, Я стараюсь закрыть свое сердце, смять его, не дать ему расшириться А то возомнило себе непонятно что Вот, тогда я сам наступаю на горло собственной песни Тогда я сам делаю себе плохо Потому что я не даю расширяться сердцу Я пресекаю канал любви, который питает мое сердце жизнью А этого делать нельзя, это все равно что убивать собственное сердце Вот то оно и происходит Когда я начинаю сам искусственно сжимать свое сердце Запрещая себе принимать беды и горести окружающих людей Я убиваю свою душу, убиваю свое сердце, начинает сжиматься Вот, может сжаться настолько, что человек всецело станет эгоистом Сделать уже ничего нельзя И вот это состояние узкого сердца Когда-то оно пыталось расшириться Но испугалось тех перспектив, которые были ему обозначены И испугался расширять свое сердце Испугался любить Испугался идти путем любви И тогда благодать начинает, сердце сдувается Благодать выходит Вплоть до того, что сердце начинает сморщиваться Делается морщинистым, пустым Иногда мертвым И вот это самое печальное состояние Мы не поверили, не дали расшириться своему сердцу Не поверили Пожалели себя, пожалели своих молитв Много чего пожалели И вот случилась с нами такая неприятная вещь И вот все это в руках человека Он может расширять свое сердце Молясь за людей Напитывая тем самым сердце благодатью Святаго Духа А может испугаться этой деятельности Испугаться, что не хватит ему сил Пожалеть себя И в его руках это самое засохшее сердце Скуковшенное сердце Бых яка мех на слани Как говорит один из псалмов